16 декабря на улице минус 14 у нас пол второго хотел показать какой хлеб подготовил сделал замес как всегда из разной муки в этот раз сделал больше как ржаной и ума из головы вот такой вот мука тут разная но в этот раз чуть-чуть уклон сторону ржаная мука вот она у нас мука обязательно я добавляю белую муку потому что хлеб не поднимется ржаная мука имеет свойство такое как более пластилина если чистый ржаной делать будет хлеб но придется больше добавлять туда дрожжи это он не очень сильно поднимется поэтому нужно чуть-чуть вот этой белой муки белая мука плюс еще я делаю цельнозерновая мука наверное вот таким образом надо выстраивать вот как уровень муки вот идет более приближенная к оригиналу к природе имеется ввиду а вот самая больше приближена к оригиналу это хлопья цельнозерновые они тоже в хлеб всегда добавляется у меня так вот они выглядят вот очень вкусно получается когда выпекается хлеб они стоят такие мягкие мягкие а это вот не тронутая так сказать обработкой нету этого зерна просто их 1 плюс 1 плюс 0 и такое слово есть и все вот он цельнозерновое полезное для желудка это очень хорошо это разные какие-то компании есть я вот такую вот нашел купил пшеничный цельнозерновое органическое вот идем от природы потом следующая ржаная мука вот она потом еще больше какая-то там обработку цельнозерновая ну то приближенная а это максимальная обработка это уже сердцевина идет белая мука вот из белой муки в основном это все делают батоны но от этого нету толка для желудка для организма но за счет вот этой штуки хлеб поднимается короче белую муку использую для поднятия а вот чем сюда приближаемся это уже для организма для полезности между делом добавляю какие-то еще разнообразие муки использую чтобы тоже везде какие-то свои микроэлементы есть вот но основная штука вот бойцы вот это есть хлеб дома также использую масло естественно оливковое там льняное и вот так вот у меня хлеб поднимается отлично просто поднялся сейчас я буду его выпекать и еще вот видите черные штучки это солод за счет солота хлеб будет дольше храниться более полезно так если кто-то хочет понять как это делается у меня на канале есть ролик зайдите там в поиске наберите хлеб и выйдет кучу разных роликов один из них там подробно как это делается так что сейчас закидываем это в духовку и кстати в этот раз я в хлеб все добавил боржоми там есть еще и мед плюс есть еще боржоми просто великолепный хлеб вот так тут сидит оля у нас сидит посиживать утречка хорошо на улице короче минус 14 но нету ветра спокойно и нету ощущения холода когда ветрено очень холодно мне вот нравится мороз но не нравится когда ветер когда короче на улице ветер какой бы там теплый день не был все равно так себе сна вот без ветра даже на улице минус 50 будет мне пофиг хорошо короче на улице великолепно сейчас пойду включу хамам мы уже третий день короче ходим в хамам хамам чики чики включу такой у нас хамам чик так вот он выглядит можно подсветочки менять разные делать все деньги у нас включены здесь у меня полностью теплый пол сейчас я вот захожу внутрь здесь тепло так комната согревает сюда пар идет здесь ветки сосновые также с лета я еще оставил листья орехового дерева и еще там соль соль у нас вот такая розовая соль гималайска тоже закидываю пар идет и насыщается вот этой розовой солью и мы этим дышим и очень хорошо все сейчас мы включаем наш хамамчик ставлю я 45 градусов ну чтобы комфортно было детям если только я например могу поставить 47 48 тут уже прям температуру хорошо поднимается а так золотая серединка это 45 градусов здесь стопроцентный пар закрываем пускай это все делу вот это у нас подсобочка и вот здесь сейчас включится вот он парогенератор вода у меня заливается чисто собственно скважина проходит систему очистки все фильтра и только после заливаются сюда здесь у меня чистейшая фильтрованная вода и вот как раз таки она начинает здесь вскипать и уже пошла в хамам но прежде чем это происходит система конечно забирает воду зачищает старую и потом начинает ее кипятить мы уже третий день ходим в хамам вот это очень полезно для здоровья вот так это все выглядит видите вот стрелка поднимается воду качает из подземелья 50 метров глубиной скважина и везде у меня в доме только вот своя собственная вода уже четвертый год ну сколько мы здесь живем именно эта вода вот такая вот тема пусть короче это все дело на улице красотища высадут маляно погулять на улице сделай это первые шаги как на луне ну давай конечно да я так угарни как эти на луне же идут все первые шаги на земле ты видел как они делают лунная походка сейчас смотрел по температуре сказали будет скоро похолодание до минус 38 но ближайшую неделю показывает аж плюс один что у нас это конечно не очень хорошо потому что если все растает а потом резко морозы так себе короче история еще идешься трещит под ногами до мы до этого смотрели что должна быть температура минус 50 а тут учета эта неделя резко потеплело вот сейчас у нас на улице там минус шесть минус пять завтра послезавтра вообще дойдет до плюс один главное что прям сильно это все дело не таяло а потом типа будет аж минус 38 минус 40 как будто на озере да но странно хорошо он у нас деревья его до сих пор зеленые прикиньте у нас температуру была минус 32 на той неделе а листики вон даже вот смотрите они не падают их даже отрывать надо они прям зеленые вот они живые зеленые листья не то что там засохли и просто типа тупо висят нет они прям живые вот его это очень мощное дерево кустарники вот это вообще зеленое зеленого смотрите пофигу в минус 32 дереву просто пофиг пофиг надо же какие мощные при этом размножать можно их там просто любой кусочек берешь землю втыкаешь блин оно растет просто мощней,шую дерево,я думаю что это самое живующее растение содержания в России еще столько форму и и бывает морозы ни почем вообще все ни почем очень-очень крутая штука ну да в обед кто не знает у нас у поселка есть своя управляющая компания у нас как абонентская плата за то что там все в порядке держат в поселке и они каждый год делают такое мероприятие дедушка мороз снегурочка танцы пляски со всего поселка все собираются и всем детям в поселке дарят короче подарки управляющая компания уже знает да как в этом году определяли сколько детей уже знают она у нас количество детей одинаково если где-то что-то прибавляется они уже узнают датчики детей установлены везде и все сейчас дети пойдут там будет танцевать плясать подарки получать не хорошо что сегодня тепло и вот такая у нас здесь стоит корзина для молока нам приносит молока молоко возле дома вот пустые бутылки забирают нормальный здесь оставляют можно ну нас там на облепихе висит до сих пор облепиха но скажу смотрите облепиха вот так вот всю зиму может висеть прикиньте вот замороженная нифига себе прикольно можно отсюда вы собрать и чай попить она прям заморозки и облепихе тоже смотрите листья вот тяну они живы не засохшие у сливы тоже дать что-то странненько как-то в этом году вот еще другая его как уровни шики тоже листья вот зелененькие даже у ежевики зеленые листья дольше в этом году все держится вот хочу вам показать розы у нас было уже температура целой недели там минус 33 в этом году еще обещают вот как я сказал еще больше и вот минус 33 розы зеленые мы не укрывали вообще ничего не делали вот желая нормально роза вообще не надо париться по поводу укрытия там у нас другие и еще розы они тоже все зеленые неповрежденные рододендрон да рододендрон тоже там пишут что ой надо колдовать с этим рододендроном что-то закрывать открывать что-то ерунда какую-то заниматься вот у нас рододендрон естественным образом снег естественным образом ветер снег снес и при этом рододендрон вот зеленые зеленые листья посмотрим конечно весной какой будет результат будет ли этот цветок цвести если будет цвести то тогда вообще миф развеян как говорится с этими с ты возней с укрытиями розы вот все бегают с этими розами что-то укрывает да и этот год прям прям показательны потому что минус 33 если там было минус 20 25 еще куда не шло вот минус 33 уже было целую неделю прям пипец и если весной это все дело продолжит расти и цвести то чего все люди фигней страдают я что-то не понимаю с этими розами вообще со всеми этими растениями все и так хорошо растет самый главный у нас эксперимент это конечно же у нас вот тут авокадо вот авокадо и там два дерева инжира посмотрим как они себя проявят даже если верхушка там чуть-чуть замерзнет это ничего страшного потому что у нас такие случаи бывали а если нижней части корень нормально перезимуют то соответственно она за год еще выше выше и вот так за несколько сезонов дерево прорвется и возьмет свое главное корневая система чтобы сохранилась и это прикиньте на улице минус 33 у нас вот здесь авокадо посажено и мы не закрывали и там вон тоже инжир посажен не закрывали посмотрим что будет следующем сезоне сейчас покажу тут роза и оля клематис там покажет вот смотрите розы какие-то другие варианты тоже зелененькие вот даже не думают замерзать мы тоже не укрывали вот висят себе висят вот еще розы также сейчас покажу еще клематис вот у него такие штучки потом когда цветает вот он вьется на дереве ну вниз упал вот так сделать наверно как увидишь сал сальдышкой но чтобы не сломалась этот снег вот сюда надо так вот сделаю посмотрим как это все дело будет функционировать вон там розы там розы и нормально все никаких проблем так что эти все сказочки по поводу того что у нас там ничего не растет и многие еще говорили по поводу того что да у нас там минусовых температур нету вы подождите когда будет действительно холодно вот мы с Олей подождали в этом году действительно холодно минус 33 обещают что в декабре будет минус 50 аж не знаю посмотрим ну ближайшая минус 38 типа должно быть до этого такого не было предыдущие года максимум минус 28 было я как-то прям очень сильно уверенно не мог сказать что прям выдержит все а тут вот минус 33 и посмотрим это уже достаточно минусовая температура для того чтобы понять могут такие растения выживать да вот не плетистые розы вот две вот не плетистые пробираться надо вот не плетистые открыто мы не закрывали зеленого цвета как говорится все нефтяк нефтяк вот так год же да вам висят и все тоже ништяк короче люди если чисто херня страдают вообще откуда вы все это взяли так хотят вот люди делать из всего делают все нытиков вот вот платит что жизнь плохая потом эту все нытье переносит на растение как будто и растения такие же при том что растение достаточно стойкие существа и совсем не нытики там вообще возле металлического забора вон он он это металлические сам по себе холодная фигня это короче все самые такие показательные это будут вот авокадо и инжир потому что это очень очень южные такие растения слабые в плане минусов а еще показательный там у нас в открытый грунт посажена тамаринт до 3 дерева тамаринт это вообще дерево из таиланда который мы из косточки выращивали и вот эти деревья выдерживают там от силы минус типа 3 минус 5 все они уже в шоке минус 10 в ахере минус 20 они вообще не понимают зачем они здесь до минус 33 я уже не знаю что предсказать это они до с того света опять восстановились такие да нифига се и прикиньте минус 30 если эти тамаринт вот покажу сейчас вам они не укрыты даже снегом не укрыты вообще ну просто мы пофиг на пофиг посадили на улице они у нас и дома есть и на улице и если они вдруг выживут то я тоже буду в афиге так не знаю посмотрим короче они вот где-то здесь чуть-чуть снежочек их укрыл конечно вот я их сейчас не вижу вот они небольшие такие деревца вот ну короче они тут чуть-чуть под снегом вот так что посмотрим что будет у нас весной как эти деревья вырастут не вырастут если вырастут то вот у нас инжир верхушка конечно вот чуть-чуть подмерзла но само дерево вроде на месте посмотрим короче что будет мы короче соли развеиваем мифы просто сажаем всякие разные растения вот у нас дерево еще только забыл как она называется из головы вылетела я часто говорил про него караганда какая-то там и мы увидели это дерево во влоге где-то в америке какая-то девушка ходила и вот это дерево и мы увидели какое оно большое пипец просто гигантское дерево пушистое огромное метров наверно блин 50 а мы просто вот сюда посадили такой кустик да нет зато будет такое дерево только красиво но ну да очень такое необычное дерево она пусть растет и да у нас здесь прям деревьев даже не представляете какое количество посажено это мы как бы пофигисты это понимаем что насколько много здесь посажено а те люди которые не знаю за всю жизнь одно дерево на футбольном поле посадят и скажет о место мало для них например так как мы сажаем это просто шок контент вот у нас только вот здесь раз два три четыре яблони друг с другом да нам некогда короче вот это ежик у нас болезнь коллег мы коллекционируем растение вот такая вот штука это как вот зайдете коллекционер у него все весь дом в картинах там или в чем-то они коллекционеру на 1 2 штучка повесит от так что мы тоже как коллекционеры все что можно вообще прям плотником и тут у нас будет пипец конечно через лет пять но зато зато будет убрать не сложно не знаю вот каждый год у нас все встает краше наш сад прям такое ощущение офигенно до лес до чтобы мы жили прям в лесу не прямо охота вот выходить во двор и чтобы во дворе был лес из разных растений до очень много мифов чего нельзя делать и чего не получится но пока вот мы четвертый там пятый год соли и занимаемся вот этим всем все мифы пока что в дребезги все что нам говорили все не так и в этом году основной миф в дребезги уйдет потому что вот предыдущие годы так как у нас не превышала минус там 28 нам все говорили вот такую штуку типа даже мои родители вот да это все у вас все получается только по той причине что у нас начинается потепление мир идет к теплу и вот теперь из-за этого из-за потепления все у вас в принципе растет вот когда раньше были морозы вот тогда мы не могли типа и у меня просто был всегда вопрос таким людям ать что это вы ничего не высажали где все фруктовые деревья где вообще все почему вы поколение предыдущие не занималась посадкой деревьев и вот у них такая основная отмазка якобы было холодно у нас такое не растет мы такие саженцы не могли найти а мы соли это все развеяли потому что фрукты то всякие разные были и косточки можно было брать и выращивать почему потому что оля это сделала оля любые косточки берет выращивает и все великолепно вырастает нет вырастает все вырастает будет конечно единственное вот это вот мы только начали применять это ветки вот это вот убирать потому что у нас снег ломает ветки нижняя часть веточки потом болеет и вот там вот яблони есть она просто вся в этих петельках потому что все ветки вот так вот этот снег сломал если бы мы в теплой стране жили мы бы этого не делали да но у нас просто смотрите вот такая ситуация происходит снега набирается много потом начинает температура этот повышаться до плюсовая идет какая-то снег встает такой какой-то мере ну какой тяжелый мокрый начинает садиться и за собой начинает вот эти нижние ветки тащить их ломает вот если бы тут такого не было тогда вот мы вообще бы дерево не трогали а так вот мы нижнюю часть зачистили и чтобы не было вот этих вот поломок и вот сейчас в этом году получается мы еще получили вот эту фишку в минус 33 и даже сейчас я по деревьям смотрю я вам не скажу что они там прям в афиге от этого вот абрикосовое дерево нам сказали что да вы что абрикос там минус 30 там все хана короче этому дереву вот минус 33 я тут не вижу чтобы дереву было хана растет себе да и растет посмотрим что будет весной и получается этот год у нас показательны мы развеем все мифы и докажем знаете что что предыдущего поколения ни хрена не делала для озеленения они просто ничего не делали вот и все и все их отмазки что там не растет нету это все просто просто поколение ничего не делала расслабленное поколение было не может быть типа здесь не может расти у нас шелковица прям плодоносила так что мы в офиге просто были и это самая такая показательная штука это у вас не будет расти мы говорим да вон растет а да не будет плодоносить а вот смотрите плодоносит а да это у на у вас холодов не было вот смотрите холода теперь просто не остается у людей а что еще они могут сказать что вот уксусник например дерево которое у нас не не должно расти офигенно растет и мы не не укрываем это все вот все открыто так что да не подкармливаем мы ничего там не делаем такого просто вот они сами себе существуют и все этот год мы развеем последний миф и будем посылать в баню всех кто что-то хочет сказать все я уже сам себе сделал вывод что поколение вот сссеров ска они какие-то хиппи которые веселились профукали то что у них было не преувеличили то что предыдущее поколение сделала и и вот получили то что получили да да еще есть один миф что какие-то определенные деревья нельзя сажать во дворе потому что это что-то 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 там что-то ничего не растет разрушит фундамент и всякая вот это вот ерунда да что у нас дом еще до через лет 15 у нас дома развалится у нас во дворе потому что есть березы сосны его дуб клен еще и там еще есть вон то дерево забыл как называется липа вообще короче все такие деревья которые сосны елка лиственница до караганда вот это дерево забыл я как называется да ладно пускай этот вот это тоже очень серьезное дерево и бук тоже метров 40-50 растет расхиратит весь наш забор вообще в дребезги должен разнести вот когда вырастет да да вот эти все деревья вырастут и расфигарит все тот захватит вот так что мифов еще есть мы вот на всю жизнь нам хватит кота альпа до которая типа здесь не растет да две катальпы груша этот вишня все вот в на одном пятачке черноплодная рябина да мы просто сумасшедшие вот так вот ребята ну если вот так вот грубо сказать люди просрали свое счастье просто вот целое поколение ничего не сажали только вырубали деревья не вот сколько я расту вот мой мои 39 лет я вообще не видел чтобы люди высаживали прям активно на улице деревья что-то вообще делали ничего не делают все забурились в свои дома свои участки перемывают косточки друг другу все друг другу ненавидят и все там во дворе у себя пол дерева посадят и все и еще и укрывают режут заливают куда херней потом будут передавать эту информацию детям почему деревья исчезли понимаете дети у нас морозы это нельзя то нельзя химию льем то делаем деревья режем там все вот поэтому и вот так вот и передают всякую чепуху новому поколению мы соли решили так не делать мы вот передаем детям информацию развеиваем мифы говорим нет все растет сажайте все что хотите актинидия да да вообще все растет думаю мы скоро займемся еще бананами ананасы посадим кокосы просто заходите к нам во двор здесь просто джунгли зимой в минус 50 бананы будут у нас расти просто просто так просто закинула они выросли и уже просто не знаю что с этим фиником делать там один остался два засохла летом не поливали так что финики даже можно все растет мы вот все будем у нас вон там в доме разные растения растут сейчас проверим как на улице они перезимуют если все перезимуют будем рассаживать по поселку эти деревья и у нас будут расти экзотические деревья в поселке чтобы в будущем всякие новости приезжая типа вот посмотрите в таком-то месте вай-вай как так получилось растет вот такое дерево интересно в чем дело как это так смотрите очень редко растение ну наверное тут особенное место там почва какой-то наверное что-то поливали и все такое же вот видели же такие новости а я когда такие новости смотрю думаю блин да вот во всем этом месте может быть два человека решили все-таки хоть что-то посадить и человек тысяча вокруг этого дерева бегают как так у нас что такое растет что ли вот это да у нас все кто приходят таких отчет так бывает что ли да представьте себе дерево растет в черноземе блин в россии то мы он соли влоги смотрим всякие разные там пакистаны и арабские эмираты ну короче земля там выжжена сухая и там тоже в принципе люди выращивают какую-то земля красного цвета у них там вообще и потом сравниваешь нашей землей здесь чернозем просто просто мега шикарная земля даже в самом фиговом месте где мы считаем что земля плохая и это тоже относительно каких-нибудь таких стран это просто да и там все растет блин а у нас еще думаете почему не должно расти в такой-то шикарной земле тут косточка любая упала блин он даже поливать не надо все вырастет и люди чего-то там жалуются бубнят что что-то там не растет просто бездельники все не хотят ничего растить поколение вот бездельников вырастает поэтому меняйте это все учите своих детей выращивать сами это делаете и не жалуйтесь на жизнь что что-то с ней не так потому что от нас зависит поколение следующих вот мы же это все формируем вот если мы сейчас не посадим деревья ничего не сделаем еще следующее поколение будет делать они этого не увидят и тоже не будут так делать и будем сидеть в тик токах все вместе смотреть как какие существуют растения вот так вот и кстати чем больше у нас деревьев тем больше нас птиц всяких появляется птичек увеличивается вот за лето у нас столько раз от гнезда вели у нас на деревьях мы показывали и вот популяция птиц растет вон они ведь он когда у нас будет здесь много разных деревьев будет много всяких разных птичек и круговорот будет но они что-то едят на этих деревьях и еще вот видите например облепиха птички подлетают например зимой могут облепиху покушать рябину там чего-нибудь какие-то вот остаются ягодки вот им пожалуйста еда и так они будут тусоваться выживать зимой размножаться и петь вам песенки покажу вам сосульку которая образовалась сталактит труба газовая оттуда потихонечку вода капает я тут заметил кстати сюда птички подлетают воду пьют вот такая вот сосулька метра полтора прикиньте высотой офигеть растим сосульку мощно 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 просто крутяк посох но круто хлеб вот такой вот хлеб получился офигенно очень-очень-очень вкусно да милана сейчас мы будем кушать классно пахнет